Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Таргашков, передача «Не хваст, а не чешуи». Сегодня мы находимся на Белом море, и рыбачить мы будем на треску. Сегодня мы находимся в поселке Чупа, в Карелии, в Ловском районе. Расположен он в Чупенской губе Кандалакшского залива Белого моря. Сегодня из поселка Чупа мы выходим в Белое море. Здесь мы будем рыбачить на треску, морского окуня и зубатку. Берега Белого моря очень высокие, множество островов. За этими островами можно спрятаться от ветра, а также поставить палатки и порыбачить на любую рыбу, которая обитает там. Глубины здесь местами доходят до 400 метров. На таких глубинах, конечно, рыбачить очень сложно, да и оно и не нужно. Рыбачат в основном на Белом море на глубинах от 20 до 40-50 метров. Дно в Белом море каменистое, множество зацепов, поэтому рыбачить лучше всего с лодки прямо в отвес, опуская свою блесну на глубины 20-30 метров. А также присутствует течение, так что иногда рыбалка получается в сплав. Вы встаете, заикориться невозможно в большие глубины, вы встаете по ветру и тихонечко сносит вашу лодку, ветерок, и вы ловите прямо в отвес под лодкой. В местах, где множество заливов и островов, можно порыбачить на треску, прямо недалеко от берега, потому что глубины начинаются практически от самого берега, идут свалы, есть также подводные банки. Вот в таких местах и надо рыбачить. Ой, ты моя хорошая, посмотрите, какая красавица, а? Слушайте, на Белом море треска, очень красивая, кстати, она вот, посмотрите, как она переливается. В основном рыбаки приезжают ловить, конечно же, треску, потому что она, в общем-то, здесь стопроцентная. Треска, навага, морской окунь, зубатка. Ну и как приловить в те реки, которые есть лицензионные участки, допустим, как река Керить, там есть лицензионные участки, где ловят семгу. В основном треску ловят все, даже начинающие рыболовы. Экземпляры есть разные, в этом году, по крайней мере, был на 5 килограмм экземплярчик, хотя я наслышан, что в этом году и видел на фотографии, поймали на 9-200. Это самый крупный, это, в общем-то, довольно-таки редкий экземпляр. Ну, в основном килограмм-полтора. Двоморская, не крупная треска, в общем-то. Как правило, здесь ловят в район скал, там, где обитает зубатка. Ну и в основном есть места такие, где скалы с большими глубинами, там, где водится морской окунь. Лов в зубатке точно такой же, как и трески, в общем-то, но преимущественно, конечно, в отвес, в районе скал, там, где она водится. В Беломоре обитает множество рыб. Самое интересное, это, наверное, тресковые сайда, пикша, треска, а также камбала, бычок-кирчак, менек, морская щука, морской окунь. Все эти рыбы могут клюнуть у вас на рыбалке, а также в этих местах есть возможность встретиться с белухами, с тюленями. Все это находится в прибрежной зоне, все эти животные могут проплыть мимо вас, что очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова К сожалению, погода сложилась таким образом, что на море шторм, поэтому рыбачить мы будем сегодня возле островов, там, где есть возможность укрыться от ветра и спокойно порыбачить. Глубины там будут доходить до 40 метров. Буду использовать различные блесна с весами примерно до 30-40 грамм. А также, если будет присутствовать течение, я буду использовать как можно тоньше шнуры для того, чтобы я приманку меньше сносила и проводка получалась наиболее эффективной. Шнур сегодня я буду использовать PowerPro диаметром 0,13. Почему я ставлю такой тонкий шнур? Во-первых, мы знаем, что сейчас присутствует течение, наша лодочка будет сносить ветром, и для того, чтобы приманку далеко не относила от лодки, я ставлю диаметр 0,13. В принципе, этого мне будет достаточно. Почему? Потому что, скорее всего, рыба будет клевать некрупная, так как мы рыбачим не на больших глубинах. Поэтому 0,13, я думаю, вполне будет достаточно. А также я буду использовать поводки. Это обязательно в этих местах, потому что, когда вы будете опускать приманку на дно, на дне множество камней. Ваш шнур будет попадать по камням, это будет его стирать, изнашивать, и может произойти обрыв. Поэтому обязательно ставьте поводочки, они защитят вашу приманку от обрывов. Использовать я буду сегодня спиннинг с тестом примерно 10-30 грамм. И длиной примерно 2,50. Этого будет достаточно для рыбалки возле островов, потому как ожидать особо крупных трофеев нам не придется. Такой спиннинг будет комфортным для условий, в которых мы будем рыбачить. А также я буду использовать твисты ручки, триггеры с джиг-головками примерно до 30 грамм. Также в отвес под лодочкой опускаем на дно и начинаем потихоньку поддергивать. Тоже хорошие приманки в этих местах. Порой даже они работают лучше, чем блесны. Так что можете экспериментировать, менять приманки и смотреть, на какую будет клевать лучше. Никаких великих тонкостей нету, потому как бы на крючковую снасть ловить риски столько, сколько съешь. Света-то разные. Они, в общем-то, в этот год на желтый силикон хорошо клюет, в том году на красный. Это трудно, надо экспериментировать постоянно. Опа, что-то есть, что-то есть. Ай, какой красавчик. Посмотрите на него. А еще он, кстати, жужжит. И когда его на руке держишь, чувствуешь, как он вибрирует, как мобильный телефон. Это керчак. Это такой бычок. Ну, в принципе, рыба съедобная, но тут есть особо нечего, поэтому особо его никто не забирает для еды. Редактор субтитров А.Семкин на острове Картидж расположена биостанция, куда приезжают студенты изучать Белое море, температуру воды, популяцию рыб, течение, ну и все, что связано с Белым морем. Кстати, стоит упомянуть, эти места очень славятся своей селедкой. Так она и называется, Беломорская селедка. Селедка очень вкусная, ее здесь очень много. Опа, опа, да какая-то зубатка, ты посмотри. Кстати, вот эта рыба очень опасна, она может вкусить пальцы. Но эта маленькая, но если крупную поймать, не суйте ей пальцы в пасть. Кстати, она питается моллюсками, разгрызает их просто на раз, два, три. Поэтому она очень опасна, у нее очень сильная пасть. Она еще маленькая, пусть растет. Ай, ты моя хорошая! Да чего я люблю треску, это просто, особенно вот такие вот золотистые экземпляры, просто шикарные. Также, что немаловажно на этой рыбалке, использовать лучше одинарные крючки на блеснах. Почему? Потому что опуская приманку на дно, вы можете моментально ее зацепить за камни. А с одинарным крючком все-таки меньше шансов на зацепь. Поэтому ставьте всегда одинарные крючки и, что немаловажно, треска заглатывает приманку очень глубоко и вытащить тройник порой становится невозможным. Поэтому с одинарным крючком проще. И, что немаловажно, надо заметить, на приманочку, на вашу блесну, можно подвешивать креветочку, либо же морских червей, которые вы можете собрать тут же, прямо на берегу. Вы после отлива выходите на берег, увидите небольшие горочки, раскапываете их. Там находятся морские черви. Вот это, кстати, самая лучшая приманка на море. Друзья мои, я вам покажу, как одевать креветку. Это, кстати, очень важно, потому что, если одеть неправильно креветку, то она при первой же покрывке, скорее всего, слетит. Одевайте ее вот таким образом. Продевайте крючок через мышцу, не посередине креветки, а через мышцу. Вот таким образом. Здесь я одел три креветки даже, потому что у меня тройничок. И сейчас мы на вот эту снасть поймаем рыбку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В комплект моему спиннингу я возьму катушку Биомастер 2500. Такой катушки будет вполне достаточно. Катушка Биомастер 2500FB оснащена системой X-Ship. Несмотря на то, что катушка Биомастер 2500FB маленькая, по сути дела, но даже при этом в компактном размере на нее можно выудить даже самую крупную рыбу, так как в ней есть вот эта система X-Ship. Основное отличие этой катушки в том, что материал, из которого изготовлены шестерни, и корпус заменен на сверхпрочный легкий алюминий. Ну и благодаря этому уменьшается усилие при повороте ручки. Новая катушка Биомастер идеальна при ловле как в соленой, так и в пресной воде, а также при вываживании мелкой, ну и самой крупной рыбы. Приезжать на Белое море стоит в начале лета, это июнь. В это время большое количество трески подходит в берег. И даже крупные особи, там от 10 килограмм и более, подходят к берегу на нерест. Но вы можете приезжать и в течение всего лета. Как правило, летом все равно много трески остается в берегу, так что ее легко ловить, не на больших глубинах. Так что приезжайте в любое время лета, но лучше всего в июне. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, и как обычно, нехитрый рецепт для вас, как приготовить вашу треску. Сегодня мы будем готовить треску в яично-сливочном соусе. И для этого нам понадобятся вот эти ингредиенты. У нас есть сливки, у нас есть мука, у нас есть петрушка, два отваренных яйца и филе трески, которое только что я снял. И масло сливочное. Перец и соль. Вот сейчас мы берем треску. Нарезаем ее кусочками. Вот такое филе мы разрезаем примерно на три части. Порционные кусочки небольшие. Вот такой поменьше можно на две части. Я поставил воду на огонь. И можем закладывать туда нашу треску. Ну а теперь, друзья, берем соль. Рыбку надо посолить. А также берем перец горошком. Теперь ждем, когда вода закипит. И дадим буквально минут 5 ей покипеть. Треска варится очень быстро, поэтому передерживать рыбу не стоит. Кстати говоря, треску всегда лучше отваривать. Это потому, что когда вы начинаете жарить треску, обычно получается каша. Рыба разваливается. И кроме того, при варке треска сохраняет свои полезные вкусовые качества. Ну и пока варится наша треска, мы подготовим нашу доску для нарезки. Вот у нас пучок петрушки. Весь он нам не понадобится. Возьмем примерно половину. Режем петрушку не мелко, так, чтобы оставались довольно-таки крупные листики. Все это у нас пойдет в наш соус. Ну а теперь мы возьмем наши вареные яйца. Чищаем наши яйца от скорлупы. Кстати, яйца надо сварить вкрутую. И теперь нарежем яйца как можно мельче. Ну вот, наша рыбка закипела. Мы подержали ее где-то несколько минут. И теперь мы достанем нашу рыбку. Для этого у нас есть отдельная тарелочка. Ну вот, теперь излишки нашего бульона мы сольем в отдельную емкость. Ну а теперь, друзья, оставляем бульона буквально на донышке немножко. Это будет основа для соуса. Берем масло. Размешиваем наше масло. Сюда же добавляем яйцо. 4 чайных ложки муки. И наши сливки. Добавляем в наш бульон. А теперь помешиваем наш соус. Так, чтобы не осталось комочков. И вот теперь мы добавляем нашу петрушку. Самый последний момент. Так, чтобы петрушка не утратила свои полезные свойства. Перемешиваем все это. Ну и теперь наш соус идет прямо сверху на рыбку. Ну вот, наше блюдо готово. Самый лучший гарнир для этого блюда – это картошка. Отварная картошка. Отваривайте и кушайте с удовольствием. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка на Белом море. Рыбалка была вполне успешной. Мы поймали много рыбы. Обязательно приезжайте в эти места порыбачить на эту замечательную рыбу. С вами был я, Алексей Таргашков. Ни хвоста вам, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова